Уйти от природных ресурсов к человеческим – это то, что сейчас необходимо развитым странам. Настало время, когда умственный капитал стал конкурентным преимуществом ведущих держав, говорят экономисты. Поэтому инвестиции Казахстана должны идти в науку и образование. Во всем мире идет битва за умы. Так называемые охотники за головами не дают совершить инновационный прорыв. Они притягивают наиболее коэффицированную рабочую силу для того, чтобы развить свой экономический потенциал. И рядом многомиллиардный Китай. Смотрите, как он растет. Он растет за счет того, что у него многочисленное население. Плюс к этому еще образованное становится. Образованное за счет того, что многие из них обучались в Америке, в Европе и так далее. Они сейчас уже возвращаются и вкладывают. Плюс к этому они приглашают наших студентов уже бесплатно учиться, а не собирать там лучших. Люди стали главным активом, когда нельзя предугадать, что будет с нефтью и металлургией. Но экономисты считают, что Казахстану повезло, в отличие от некоторых рынков. Оптимальная цена за баррель Казахстанской нефти – 50 долларов, так как себестоимость ее составляет 20 долларов. Для сравнения, самая дешевая нефть в Иране – 7-8 долларов за бочонок. Поэтому, когда цена начала опускаться ниже 30, конечно, в первую очередь, страны, которые добывают нефть, они забеспокоились. Ну, например, Саудовская Аравия только за несколько, ну, за полгода из своего золотовалютного запаса потратила порядка около 150-180 миллиардов долларов. А это 30% всего их запаса. И они были заинтересованы в том, чтобы снизить добычу нефти и на этой основе повысить ее цены. Казахстану в условиях снижения долларовых поступлений нужно максимально экономить американскую валюту, добавляют эксперты. Для этого товары первой необходимости надо производить у себя. В первую очередь развивать пищевую и легкую промышленность. Мы имеем достаточное количество хлопков производимых. Мы имеем свободную экономическую зону, где можно производить и носки, и белье, и рубашки. Все это можно производить. Тогда мы не будем закупать из Китая, из Турции эти товары. То есть огромное количество валюты можно экономить, их направить на образование, их направить на здравоохранение и другие цели, то есть на социальное развитие. Иностранные гости отметили, что за четверть века Казахстан добился колоссальных успехов в экономике. За это время в десятки раз выросли доходы граждан. Продолжительность жизни увеличилась до 72 лет. Объем ВРП более чем в 40 раз. Во столько же увеличился объем инвестиций в основной капитал. В промышленной отрасли рост наблюдается в тысячу раз. Только за последние пять лет в рамках программы индустриального развития в стране заработало 950 новых предприятий. Тем самым создано 250 тысяч рабочих мест.